В момент, когда дым окутал крыши торгового ряда, большинство бутиков уже были закрыты. Его заметили местные жители, которые сразу сообщили происшествие диспетчеру противопожарной службы. Вызов о возгорании на торговом ряду Ахметов на пульт 101 поступил около 8 часов вечера. На место пожара выехали 12 единиц техники и 56 человек сотрудников противопожарной службы. Общая площадь объектов составляла 800 квадратных метров, но огнем было охвачено 200 квадратов. Первые машины прибыли уже через 12 минут после поступления сообщения. Потушен огонь был уже в 21.03. От брендовой одежды остались лишь обгоревшие вешалки. Бутик Константина Кравченко, по его мнению, понес самый большой урон. Как утверждают коммерсанты, огонь вспыхнул сразу после подачи электроэнергии в этом районе. Вчера в 5 часов вечера выключили свет. В этом районе вообще полностью. И я, чтобы не сидеть зазря, закрыл полностью весь магазин. Обесточил полностью все, хотя у меня электропереборов вообще практически нет. И ушел, проверив сигнализацию, ушел домой. Где-то часа через 2-2.5 мне позвонили. Сказали, что у меня здесь горит. Я пришел, уже половина тут выгорели, начать пожарники со своей задачей справились. Все половина, все потушили. Все почти потушили. Вот сейчас ведем дознание. Провода вышли поверху. Очень много проводов. Пока не знаем, от чего загорелось. Ущерб, нанесенный огнем, коммерсанты исчисляют миллионами. Только на восстановление этого магазина необходимо 5,5 миллионов тенге. Какой ущерб понесли остальные коммерческие объекты, пока неизвестно. К примеру, в соседних бутиках лично восстановление облицовки уйдет немало времени и средств. К счастью, в ЧП никто из людей не пострадал. Сейчас точную сумму ущерба, причины пожара и главная виновника выясняют дознаватели городского управления по чрезвычайным ситуациям. Даня Архудайбергенов, Константин Исупов, Ербол Макашев, информационная служба, телекомпания «Отро».